Привет, друзья, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна Юэй. Тут буквально недавно российское издание Коммерсант опубликовало тот самый план Германии и Франции по реализации Минских соглашений. Да-да, это именно те так называемые кластеры по Донбассу. О них мы рассказывали еще в ноябре месяце, и буквально недавно по этому поводу я снимала Ясно Понятно блог, поскольку глава офиса президента о нем упомянул без какой-то конкретики, но сказал, что план лежит на столе. В России же заявили, что предложения Германии и Франции нуждаются в серьезной доработке, и вообще не высказывали никакого энтузиазма касательно этих предложенных Евросоюзом кластеров. Также издание Коммерсант публикует ответ Украины на эти предложения. Судя по всему, Киев этот документ полностью не устраивает, потому что, согласно этому проекту, на Донбассе сначала проводятся выборы, а уж потом передается контроль над границей. А Киев, как вы прекрасно знаете, хочет наоборот. Мы проанализировали по пунктам, что там написано в этом документе, а также, какие именно правки предлагают Киев и Москва. Смотрите, до конца все станет ясно и понятно. Для начала разберем франко-германские предложения и какая была реакция России на них. По той простой причине, что Москва детально отвечает по каждому пункту. В первоначальной версии говорится, что формулировки не должны быть расплывчатыми, и сроки выполнения задач следует делать реалистичными. Также говорится, что следует принимать только те меры, которые прописаны в Минских соглашениях и не противоречат им. К этому Россия добавила, что должны быть перечислены все законодательные акты, которые должна принять Украина с кратким их описанием и сроками рассмотрения, соответственно. Также Москва предложила, что в дальнейшем менять содержание этих кластеров через трехстороннюю контактную группу Украина может лишь через договоренности с Ордло. Исполнять эти пункты нужно шаг за шагом. И я перечислю их в той последовательности, в которой они указаны в документе. Первое – это прекращение огня и разведение войск. Сюда немцы и французы прописали прекращение огня, подкрепленное дополнительными мерами, разведение войск на дополнительных участках, обмен пленными, а также разминирование и открытие новых пунктов пропуска. Все это без деталей и именно в такой формулировке. То есть, видимо, конкретные меры и конкретные сроки должна будет выработать трехсторонняя контактная группа. К этому всему Россия расписала дополнительные условия, а именно верификацию прекращения огня через совместную инспекцию позиций и телефонные приговоры сторон. То есть, по сути, то, что и так было подписано в июле месяце 2020 года. Но потом Украина, как известно, от этих мер отказалась и инспекция, которая должна была пройти совместное в шумах, отменилась, сорвалась. Инспекцию, я напомню, запросила ДНР, а Украина дала заднюю. Также Россия внесла предложение прописать точные сроки для устранения нарушений, отведения вооружений и режима прекращения огня. Касательно открытия новых пунктов пропуска, Москва добавила, что делать это нужно не в одностороннем порядке, а с согласованием с Ордло. Касаемо обмена пленными, Россия предложила провести его в день, когда будет утверждена дорожная карта на уровне президентов. Далее, второй пункт касается согласования дорожной карты, формулы Штайнмайера и изменения в Конституцию. ФРГ и Франция предложила следующие позиции. Включение формулы Штайнмайера в украинское законодательство, одобрение дорожной карты на уровне глав государств Нормандской четверки, согласование с представителями Ордло всех правовых актов, если это предусмотрено минскими соглашениями. Процедуры могут быть основаны на принятии Украиной формулы Штайнмайера. Принятие конституционной реформы по децентрализации, которая должна учесть особенности Ордло, согласно пункту 11 Минских соглашений, а также законов об особом статусе, амнистии и особой экономической зоне. Россия вместо этих предложений публикует свои. Во-первых, обозначить сроки внесения проектов дорожной карты на обсуждение в ТКГ, а накануне доработать их с учетом взаимных письменных предложений, которые тоже должны быть внесены до определенной даты. И потом тоже в ограниченные сроки принять единый документ. Во-вторых, согласованную дорожную карту должна утвердить Верховная Рада Украины и президент Украины, а также Донецк и Луганск. И только потом начинаются процессы, которые предложили в этом пункте немцы и французы. В частности, согласование с представителями Ордло законодательных актов. Мысль Москвы тут, в принципе, понятна. Сначала нужно согласовать пошаговый план, что, в общем-то, будем делать. А потом его официально должны утвердить все стороны. И после этого уже заниматься формулой Штайнмайера, особым статусом и так далее. Несмотря на то, что пункты, которые предложили европейцы, для Украины во многом скандальные, например, там прямые переговоры с представителями Ордло, они, как видим, Кремль не устроили. Судя по всему, ввиду расплывчатости франко-немецкого алгоритма по согласованию шагов Украины с Ордло, как следует из первоначальных предложений, согласовать Киев будет уже ранее согласованную формулу Штайнмайера. Конечно же, в этот пункт записаны и все правовые акты. Но есть явное разночтение, за которое Киев, судя по всему, ухватится. В проекте же России, читай Козака, ведь, судя по всему, он писал эти правки, Говорится без двойных толкований, что все законодательные акты, украинские имеются в виду, подпадающие под Минские соглашения, все без исключения должны обсуждаться с представителями республик. Но это еще не все требования Кремля. В Москве хотят, чтобы, к примеру, согласованный проект конституционной реформы носился в Раду также в оговоренные сроки, а не когда того захочется украинской власти. Также там стоит ремарка, что должна быть прописана не просто децентрализация, а постоянно действующий особый статус Донбасса. Также, по мнению Российской Федерации, в Украине нужен отдельный закон о народной милиции, который будет функционировать на Донбассе, а также несколько законодательных актов, которые вносят изменения в законы о налогах, в законы, которые касаются языка и другие. В общем, все, которые так или иначе относятся к этому региону. Следующим шагом ЕС предлагает начать выводить с территории Украины иностранные войска и разоружать незаконные группировки за исключением народной милиции Ордло. И это, конечно же, звучит все как грандиозная зрада для Украины, так как под понятием народная милиция в ЛДНР понимают свои армейские подразделения с танками и артиллерией. Россия уточняет, что народная милиция к этому моменту должна быть уже узаконена в Украине, а разоружение группировок и вывод наемников должны проходить под ее контролем, под контролем народной милиции. После этого всего должны временно вступить в силу две нормы. Первый – это конституционная реформа. Тут слово «особый статус» не произносится. И законы о местных выборах и свободной экономической зоне. Так считают в ЕС. Россия же отредактировала этот пункт радикально. По ее мнению, на этом этапе должны быть восстановлены экономические связи с Украиной, заработать банки, пойти социальные выплаты и пенсии. На следующем этапе, который называется завершение вывода войск, европейцы предлагают завершить вывод наемников из Ордло под контролем ОБСЕ, не Украины. Второй пункт – завершить разоружение незаконных групп. Этот факт, опять же-таки, должна зафиксировать ОБСЕ. А поддерживать порядок должны совместные патрули народной милиции и национальной полиции. Здесь самый интересный пункт – это расширение международного присутствия вдоль границы с присутствием украинцев в составе миссии ОБСЕ. Россия, во-первых, предлагает выбросить из этого уравнения национальную полицию Украины, а наемников Москва предлагает выводить не из Ордло, а из Украины. А пункт о границе был Российской Федерации вообще вычеркнут. Следующий пункт – это проведение местных выборов. Европа хочет, чтобы следующим шагом закон о местных выборах начинал действовать, причем бессрочно. Россия этот пункт предлагает вообще убрать, заявляя, что выборы должны быть внеочередными. В пункте о проведении вообще, в принципе, таких выборов обе стороны согласны. Результаты этого всего фиксируют и верифицируют ОБСЕ. Также Берлин и Париж предложили, чтобы на этом этапе начал уже временно действовать закон о местном самоуправлении в Донецке и Луганске. То есть вот этот особый статус. Но Россия пишет, что он должен работать на постоянной основе, а не быть временным. Следующим шагом европейцы предложили начать устанавливать контроль Украины над границей. Россия уточняет, что на следующий день после проведения местных выборов. К завершению передачи Украине контроля над границей должно, по мнению Москвы, предшествовать вступлению в силу постоянно действующего закона об особом статусе Донбасса. И полное восстановление экономических связей между территориями. А также публикация отчета ОБСЕ о демократичности выборов на Донбассе. После этого Европа предлагает вступление в силу конституционных изменений на постоянной основе. Россия предлагает этот пункт исключить, потому как требовала это ранее, на более ранних стадиях. А теперь перейдем к тому, что же на все это ответила Украина. Киев не стал даже по пунктам разбирать предложенный европейцами план, а написал свой. Первое направление – это безопасность. Оно должно идти по своему алгоритму. Независимо от политического урегулирования, как говорится в документе. Хотя далее станет понятно, что это правило, к примеру, границы не касается. Из мер безопасности Украина выбросила предложенные России совместные инспекции позиций. И предложила размещать представителей УБСЕ на неподконтрольных участках границы, в том числе на российских КПП. Далее идет создание рабочей группы в ТКГ по возвращению границы. Также до выборов и прочих в телодвижении предлагается начать и закончить вывод иностранных войск. Из Украины, а также разоружение сепаратистов, пишут в документе. Параллельно с этим идет разминирование, разоружение войск и отведение вооружений. И после этого начинается передача Украине границы. Поддерживать порядок в Ордло на тот момент Украина в этом документе предлагает совместными патрулями национальной полиции Украины и народной милиции, вооруженных стрелковым оружием. Далее Украине полностью передается контроль над границей, только после этого выборы. После выборов, решений, избранных советов создаются отряды народной милиции. Теперь же политические меры, которые предлагает Украина внедрять параллельно. Дорожную карту Киев предлагает одобрить на встрече президентов стран Нормандской четверки. А дальше в Раду вносятся согласованные ранее в ТКГ законопроекты. Об особом статусе Ордло, о местных выборах в Ордло, об амнистии, о специальной экономической зоне, о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. По мере вывода иностранных войск Верховная Рада принимает эти законопроекты в первом чтении, а потом в целом после завершения вывода. Также вступает в силу на постоянной основе закон о выборах в Ордло. На временной основе вступает в силу закон об амнистии. Закон об особом статусе вступает в силу в соответствии с формулой Штайнмайера. То есть на временной основе в день выборов на Донбассе. А на постоянной основе уже после того, как ОБСЕ опубликует отчет о том, что выборы прошли демократично и состоялись. После разоружения всех незаконных вооруженных групп Рада назначает выборы и восстанавливает экономические связи с регионом. И после передачи Украине участка границы полностью проводятся выборы. После них начинает действовать на постоянной основе последним пунктом особый статус. Ну и там вступает в силу изменения в Конституцию. Итак, Украина требует сначала отдать контроль над границей, а потом уже будут выборы и изменения в Конституцию. И в этом смысле основные требования Киева не поменялись. При этом Франция и Германия в своем варианте, который они предложили, пишут обратное, что границу начнут передавать в первый день после выборов. То есть понятно, почему Киев решил написать свой план по Донбассу, даже не комментируя вот эти пункты или кластеры, предложенные странами Евросоюза. Такие дела, друзья. Теперь-то и вы в курсе, что это за предложенный немцами и французами план, как на него отреагировала Россия и почему Украина написала свой. Итог такой, что на данный момент ничего с мертвой точки, к сожалению, не сдвигается. И мир на Донбассе никак не приближается. К сожалению, ситуация только обостряется. Мы будем пристально следить за развитием событий и, конечно же, обо всем рассказывать вам. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна.Юэй. Подписывайтесь на нас, нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь своим мнением в комментариях. И совсем скоро снова увидимся. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!